ПЕСНЯ Что без десерта мы не можем обойтись? Вы можете и можете обойтись, а мы, зрители, и обойтись не могут Но давай поспорим, что в твоем холодильнике Я тоже не знаю что там Я typedу чьё его дес�ит Давай поспорим на желание Как в детстве Всё будет прилично Итак, в твоем холодильнике есть то, из чего я сделаю десерт за время программы Понял, не считается сыр, не считаетсяver Курица не считается Шир не считается Из чего там еще десерты делают Сыр не считается, что не считается? Я не помню, что там есть сметана, если надо делать сахар, сметану с сахаром. Ладно, ладно, я даже морковь с сахаром делать не буду. Окей. Договорились. На желание. Давай. Даже не знаю, сейчас хочу вспомнить, что же у меня в холодильнике. У меня есть только яблоки, но они уже, по-моему, не очень свежие и уже немножко подкислили, потухли. Ну, посмотрим, как он будет делать десерты. Я пойду войдем в фартук. Да, в фартук? А я пока проверю содержимое твоего холодильника. Яблоки, мед. Ну, только Аня может придумать, засунуть мед в холодильник. Мед, яблоки, противень. Сейчас мы сразу включим духовочку. Возьмем противень, такой двойной. Возьмем решетку и противень, чтобы у нас ничего не капало. Вырежем из яблок на серединку, как это обычно, чтобы грецкого ореха найти где. А вон и грецкие орехи есть. Вырежем серединку из яблок. Так, тщательно. Положим туда грецкий орешек, один. Один грецкий орешек, два грецких орешка. Возьмем ложечку. И нальем туда чуть-чуть меда. Мед густой, видите, после холодильника он загустел. Ну, сколько яблок съест семенной? Что-то четыре у нас осталось. Хватит же. Хватит четырех яблок, чтобы доказать семенной, что можно приготовить десерт из меда, яблок и... И в меду плавает грецкий орех прозрачный. Неплохой мед. Значит, открываем духовочку. Если есть вентилятор, то с вентилятором в режиме вентиляции на градусов 120. И, поскольку можно наблюдать за процессом, пусть оно само себе тушится, печется. О, красиво! Слушай, вот в этом фартуке особенно заметно, как ты похудела. Даже фотографии в некоторых центральных изданиях не дают полного представления о степени твоего похудания. Спасибо. Давай к твоему похуданию добавим чего-нибудь диетического, да? Как всегда, овощная какая-то продукция у нас на столе. Баклажаны. Я сейчас тебе дам муку. Мы будем баклажаны обжаривать и делать их такой с начинкой. А вот так мы режем. Да, знаешь, мое самое большое разочарование от баклажана. Однажды я приехал в одну ближневосточную страну и вдруг понял, зайдя в овощной магазин, что баклажаны это не синенькие, что баклажаны это беленькие. Почему беленькие? А потому что в Израиле есть белые баклажаны. Да ты что? И с той поры я перестал называть их синенькими. Много их резать? Вот тебе надо нарезать, ну, штучки две. Я одну нарезал ты. И потом ты возьмешь муку. Так. И засыпешь их мукой, вываливаешь их в муке. А я пока приготовлю у нас сковородку для жарки этих самых баклажан. Чтобы баклажаны получились вкусными, надо делать все по правилам. Берем замечательное масло борхос, которое добавляет овощам натурального вкуса. Рафинированное, отлично обработанное. О, люблю. А сыры, они тоже вкусные? Ну да, сыры тоже вкусные. Мы их выкладываем, вываливаем их в муке. И сразу в сковородку давай, ты его вываливаешь в муке. И сразу на обжарку. Ну, там же немножко муки на самом деле, совсем чуть на них ложится муки. Это все очень диетически. А я приготовил тебе еще чесночок. Скажи мне, а мы солим, перчим там уже в сковородке? Мы потом посолим и поперчим. Когда они готовы. Когда выложим их на тарелку. Да, если мы посолим баклажаны, сейчас они отойдут водой. Вообще, по возможности... Да ты что? Почему? По возможности, любые термически обработанные блюда старайтесь солить и перчить в конце. И мясо, и овощи. Ну, чтобы они не давали лишнего сока, который уходит в сковородку. Странно, ты пришла и не спросила, что я нашел тебя в холодильнике. Тебе даже не интересно. Желание зависит, понимаешь? Я же знала, что свинь найдешь все равно все, что захочешь. То есть из той оперы, что свинья всегда найдет, где поваряться. Но ты же понимаешь, что стоять на кону. Представляете, миллионы телезрителей сейчас дико мне завидуют, потому что они-то знают, что я делаю в духовке. Они-то знают, что у меня десерты получатся. А Семинович мне должна желание. Мама моя дорогая, я сам в предвкушении. Мне же хочется плюнуть на весь сегодняшний обед от чеснок. От чеснок. Он же порезанный. А должна его подавить. Мы же будем его на глашах. Надо его подавить. Порезать чеснок, подавить чеснок и порезать зелень. Это все у нас почти готово. Баклажанчики жареные. Теперь мы возьмем блюдо какое-то красивое. И будем выкладывать на них жареные баклажаны. Ой, ты любишь с корочкой? Да. Вот такие вот, хорошо обжаренные? Да. Или чуть меньше? Вот так вот. Руки у меня уже пахнут. Ты на каждый, на каждый баклажанчик выложи чуть-чуть чеснока. На каждый баклажанчик выложи чуть-чуть чеснока. А я буду добавлять тебе баклажанчики. Ну побольше, побольше. Ты можешь не есть. Я понимаю, что после таких... Не только из рук пахло, а пахло чесноком. Чтобы еще немножко пахло изо рта. А чего нет? И потом, когда ты выложишь чеснок на каждый из баклажанчиков, я очень прошу тебя посолить их, да? Как мы договаривались, мы посолим их после того, как выложим. Я понимаю, что ты хочешь... Ой, а как пахнет, да? Ты хочешь, чтобы у меня совсем пропахло я чесноком вся. Да, да. Ты специально очень медленно выкладываешь. Видишь, пока пропитают... Вот как они жарятся, так я их и выкладываю, знаешь. Чесноком. Да, теперь... Веща, вот, получилась полная тарелка. Хорошо. Я даже один не дожарю. Все, теперь ты каждый из них... Ты каждый из них посолишь. А я быстренько достану потрясающую смесь весенней овощи, быстро мороженых, сохранивших все свойства. И в это же масло... Просто мне скажи, в них действительно все витамины сохраняются. Абсолютно. Все витамины сохранены и очень удобно. Представляешь, вот если бы я тебя заставил резать фасоль, морковь, открывать банку с горошком, а здесь все уже готово. Теперь, понимаешь, мы сейчас потушим овощи и выложим горкой на каждый из баклажатиков. Так, теперь у тебя остался чеснок, он нам еще пригодится. Да. Надо найти терку и начинать делать твое обычное любимое дело. Мы будем уже готовить овощи для следующего блюда. Грязная работа для меня. Тебе надо сначала порезать картошку. Золушку нашел. А я сам что делаю? Ты понюхай, как пахнут мои руки. Они пахнут... У тебя пахнут они вообще свежестью, а вот у меня... Как там у Вертинского? Ты понюхай, пахнут. Ваши пальцы пахнут... Чесноком. Наши пальцы, не только пальцы, пахнут чесноком. Да, вот тут у нас готовы овощи. Давай мы сделаем следующее. Я буду держать сковородку, а ты ложечкой на каждый баклажанчик положишь овощей. Это будет, знаешь, совместный, как говорил Батроскин, совместный труд, он объединяет. Да. Да, да, да. Вот на каждый. Красивенько надо сделать. Труд вообще облагораживает. Человека, да, да, да. Чуть-чуть овощей. Красиво, смотри, как смотрится. Штрючковая фасоль, морковь. Такое все зелененькое, свеженькое. Оранжевенькое, да? Да. Хорошо, так, красиво. Вот получились тебе баклажаны, жареные с овощной горкой, о которых я тебе и говорил. Жареные баклажаны с овощной горкой. По-настоящему осеннее блюдо из баклажанов приготовить несложно. Чистим синие, режем их кружочками, обваливаем в муке и жарим на золотистой корочке. На каждый кружочек кладем немножко толченого чесночка и солим. Уже вкусно. И это только цветочки, а ягодки, смесь морковки, картошки, горошка, лука и зеленой фасоли. Мы взяли замороженную овощную смесь, обжарили ее в растительном масле и насыпали горкой на каждый кружок баклажана. Все готово, быстро, вкусно и полезно. Далее в нашей программе. Суровые испытания для ученицы. Слабонервных просим выключить телевизор. Я хочу, чтобы ты отрезала голову рыбью. Можно ли сделать десерт из содержимого пустого холодильника? Давай поспорим на желание. Как в детстве. Кто выиграет спор? И что же за желание загадал Михаил? Я настолько возбужден желанием, которое ты будешь исполнять, что забыл обо всем на свете. Честное слово. Напоминаю, что одно блюдо у нас уже готово. Вот получились тебе баклажаны, жареные с овощной горкой, о которых я тебе и говорил. Второе блюдо томится в духовке. Десерт из меда, яблок и в еду плавает грецкий орех. Прямо сейчас третье и главное блюдо – разноцветное ухо. Мы будем с тобой делать разноцветную уху, которая представляет из собой не только вкусное, но и красивое зрелище. Я поставлю в воду для нашей ухи, я положу в воду луковицу, несколько лавровых листов. Это из того венка, который я тебе подарила. Несколько горошин перца. И оставлю в воду закипать. Мы будем с тобой делать разноцветную уху, потому что там будут рыбы разноцветные. Ой, ты знаешь, кстати, говорят, что в каждой рыбе от каждого цвета содержится определенное количество витаминов. Я знаю, что в семке очень много калия и кальция. Ты, Канечка, мы сегодня с тобой будем готовить уху из разной рыбы, из белой и из красной. У нас будет все в нашей ухе, все витамины и минералы, которые нужны нашему организму. У нас будет просто какое-то изобилие. Так, у нас натерта морковь. Да. Мы потом будем обжаривать. Что мы режем? Зелень. Режем зелень и водильную. Мелка. Ну, как всегда. Кинзу тоже мы режем? Укроп режем, кинзу, петрушку. Все режем. И картофель. А теперь, пока ты режешь картошку, я достану рыбу, о которой ты говорила. У тебя в холодильнике случайно оказалась рыба. Вот, посмотри. Есть рыба красная. Рыба прекрасная. Есть рыба, рыба красная. Это морская форель. И рыба белая речная, это судак. А это форель. Я хочу, чтобы ты отрезала голову рыбью. Ты что, я в жизни не дотронулась. Страшно? Нет. Страшно. Ну, там зуб, зубастик рыбочка такая. Тогда давай, я буду отрезать головы, а ты будешь резать лук. Ну, нормально. И чеснок, и картошку я. Да, и лук я. И картошку ты, и лук я. Мне кажется, ты надо мной издеваешься. Я на тобой безусловно издеваюсь. Ну, договорились. Да, ты режешь лук, я режу рыбу. Хорошо. Договорились. Я сейчас быстренько, да, заберу голову. Девушки, мне кажется, он надо мной издевается. Это так страшно, отрезать рыбью голову от рыбы. Я пока на это не решусь. Я лучше буду чистить лук. Да-да-да-да-да. Я наивно полагал, что я заставил ее резать лук. Она так медленно режет картошку, что все равно лук придется резать мне. Девушки, иногда нужно на кухне применять нашу хитрость. Если мы не хотим лезть что-то, что вам не доставляет удовольствия, надо сделать так, чтобы мужчина взялся за это сам, и при том еще с радостью. Даня, отдаю должное твоей находчивости. Кстати, это свидетельство того, что наше обучение происходит самым лучшим образом. Ты уже позволяешь себе издеваться над учителем, да? Над тем человеком, благодаря которому, да, вопреки всему, я шучу. Мне просто очень нужен жареный лук, жареный морковью. Иначе нам удачи не видать. Для тех, кто никогда не варил рыбий голов, определяйте степень готовности рыбы по ее глазам. Как только глаза в рыбий голове, в бульоне, в кипятке побелели, значит, голова уже готова. Дайте еще минуту-две покипеть и вынимать, и никогда не выбрасывайте вареные рыбьи головы. Потом, когда они охладятся, вы будете руками разбирать их по косточкам. Кто руками разбирать? Голову. Что, ее едят, ты хочешь сказать? Хе-хе-хе-хе, Аня. Я думала, на ней просто бульон варят. Аня, рыбьи головы не просто едят. Есть кухни, в которых рыбьи головы фаршируют еще, и это считается одним из самых больших деликатесов. Нет, это какая кухня, чтобы я до них ходила? А, это разная кухня. Живодерская какая-то кухня. Ничего подобного. Я, смотри, вынимаю голову из бульона, ты засыпаешь туда сначала картошечку, засыпай картошечку. Но вареная она как-то более приятная. Да, 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 да. Сейчас она остынет, я, может быть, все-таки уговорю тебя. Я тебя спасу. Давай. Я сам рискну. С своей кожей. Все, падает у нас там картошечка, и сразу вот лук с морковкой, который у нас... Мы спассеровали, да? Да, спассеровали, и тоже, видишь, ухо... Ульяновичек сразу так желтеет, вкусно. Да, приобретает акротин. Ну да, морковонька. Морковонька дает у нас такой вкус. А лук мы... То есть ты обжарил, и еще луковицу кинул целую? Луковицу изначально. Я всегда кидаю. Можешь ее сейчас выкинуть? Можешь ее сейчас выкинуть? Выкинуть уже не нужно. Да. Я еще брошу, кроме картофеля, еще горстку пшена. Пшена? Да, можно класть перловку. Я сегодня положу пшено. Помешайте. Ничего себе. Я вот на этом этапе... Пища для птичек, я бы сказала. Пища для птичек. Да, да, да. Я еще чуть-чуть чеснока... Вот самый малый. Ты спрашивала, зачем нам резанный чесночок? Вот я... Да, сразу аромат. Буквально сразу пошел аромат. Но рыбьи головы дают такой аромат. Вообще из рыбьих голов и из рыбьих костей готовится настоящий рыбный бульон. Теперь давай разберемся с рыбой. Так. Вот, Анечка. Да. Смотри, мы можем с тобой загрузить в уху целые куски рыбы. Целые. А можем их порезать, чтобы потом в тарелке они смотрелись более красиво. Значит, смотри. Ой, пока это не очень красиво. Фу, сырая рыба. Сама я точно не решусь ее резать. Ведь для этого мужчины есть. Хотя, чем я хуже мужчин? Можно я попробую все-таки одну? Ты хочешь попробовать? Пожалуйста. Вот я красную, мне не так страшно красную резать. Пожалуйста, пожалуйста. А вот таким ножиком? Ну, я тебе вот такой рекомендую, чуть меньше. И прямо вот так берешь? Берешь, да, по над... молодец. И... Так. Остальное не выкидывайте. Потом еще один рыбный бульон сделаем. Смотри, я отрезала шкурку. Это да. И если ты возьмешь ее за шкурку, и подведешь под нее нож, и будешь... Проведи дальше. У тебя вся шкурка останется в руке. Прикольно. Держи, 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 держи. Знаешь, чем это хорошо? Вот если ты умеешь так делать, то тебе не обязательно чистить рыбу. Потому что ты можешь оставить шкурку вместе с чешуей. Ух ты! Да. Все, у нас уже кипит. Смотрите, какая у меня филеечка получилась. У нас кипит уже. Сама, своими ручками. С тобой уха мы делаем тише. И на 5-6 минут, поскольку картошку Аня порезала мелко, картошка сварится минуты за 3-4, она быстро, моментально варится. Рыбы должно быть много, поэтому я сейчас еще вот такие... Вон у меня, смотри, сколько еще. Сколько у тебя еще? Ну, прямо закладывай. Только надо с маленькой высоты это делать, чтобы не выбрызгивать так все. Смотрим. Вот. Рыба разных сортов. Теперь надо ее немножко запарить, дать ей все-таки повариться. Если честно... А вот этот мы не будем кусочек хребетик кидать, вот где косточка? Почему? Мы его можем обглодать потом. Давай кинем. Мы можем кинуть все, понимаешь? Можем кинуть ради интереса, можем кинуть целый хвост. А он будет дольше вариться, чем остальные куски рыбы или нет? Нет, он будет вариться ровно столько же. Мы много рыбы слишком сделали. А что вот это мы для чего это сделали? Это понюхай. Что это? В уху... Не могу понять. Кроме свежей зелени, обязательно класть зелень сухую, потому что она добавляет. Это сухой укроп. А теперь подойди, пожалуйста, я тебе покажу одну очень интересную особенность. Уже можно положить укропа? Не-не, укроп еще рано класть. Укроп класть еще рано. А перчик ты положил в горошку? Перчик я клал изначально, да. Вот посмотри. Рыба рыбой, а насколько жирная получилась уха. Видишь, какой слой жира. Это жир? Это жир. Это то масло, на котором мы жарили овощи. Это жир с рыбой. А как же, потому что рыба жирная. Поэтому я, вот если честно, эту пленку, да, я ее убираю. Ну, на любителей. Да, зачем нам лишний жир? Зачем нам перегружать свою печень? Это не тот жир, который... Понятно, что он полезен. Но все равно лишний жир нам не нужен. У нас свой пока еще. Есть. Я это выливаю. Где? Покажи, я что-то не вижу. У нас свой. Или ты меня имеешь в виду? У нас ты имеешь нас во множественном числе. У нас есть свой жир. У нас есть свой, да. У нас нет своих мозгов у меня, но у нас есть свой жир, да. Каждому свое, так я уберу все. Хочешь попробовать убирать пленочку, нет? Давай. Ну, только я, идиот, мог найти такую емкость для снятия пленки. Миша, ты самый умный. Какой я самый умный? Ну, перестань. Я считаю, что, знаешь, даже эта емкость ничего не могла испортить. Девушки, не забывайте хвалить мужчин и говорить им приятные слова. Поверьте, это очень хорошо, вы об этом не пожалеете. Знаете, вы когда махаете на меня, махаете или машите на меня. Я настолько возбужден желанием, которое ты будешь исполнять, что забыл обо всем на свете. Честное слово. Ну, в хорошем смысле возбужден. Далее в нашей программе. Как правильно есть разноцветную уху. Явно что-то замыслил. Что-то задумал. Испытания ученицы продолжаются. У тебя фантазии. Ты сейчас меня хочешь споить, заставить петь песни без костюма? Желание это еще за тобой. Исполнится ли желание Михаила, решат печеные яблоки. Кто скажет мне, что это не десерт, пусть первым бросит к меня камень. Напоминаю, что аппетитные баклажаны с овощной горкой уже готовы. Разноцветная уха вот-вот доварится, а зеленые яблоки с медом вот-вот допекутся. Удался ли десерт? Скоро мы узнаем об этом. А прямо сейчас мы будем дегустировать нашу ушицу по русскому обычаю. У тебя почти готова уха. Добавляй туда пока свежую траву. Так. Прямо сейчас. Добавляй, добавляй. А теперь тебе надо попробовать ее. С целью определения солености блюда. Ну, давай. Вообще не соленая. Вообще не соленая. Посоли вот соль справа от тебя. Просто ты иногда влюбленный приходишь, поэтому ты пересаливаешь. Я стою влюбленный и смущенный пред тобой. Да. Я влюбленный и смущенный пред... Так поется, да? Ты будешь мне петь клен зеленый да клен кудряв, а я буду подвывать. Там, где клен шумит. Над речной волной говорили мы о еде с тобой. О еде, да. А шумел тот клен в поле бродит мгла, а еда, как сон, внутрь тебя прошла. Во, вот сейчас то, что надо. Смотрим. Я, правда, еще для лекарства немножечко. Еще посолила? Да, давай попробуем. А чеснок чувствуется? Нет. Да? Надо больше. Еще чесночка. И все, теоретически уха у нас готова. Мы можем ее переливать в супник. Разноцветная уха. Приготовление ухи – настоящее священное действие. Все нужно делать по правилам. Первым делом отвариваем рыбью голову. С луком, лаврушкой, солью и перцем. Потом выкладываем их на тарелочку, но ни в коем случае не выбрасываем. Голову тоже можно съесть. Теперь отправляем в рыбный бульон мелко нарезанную картошечку и варим минут пять. На очереди лук с морковкой. Мы заранее пережарили овощи в растительном масле и сейчас закидываем их в кастрюлю. Следом немного пшена и, наконец, рыбка. Наша ушица цветная, а значит, варить будем филе красной форели и белого судака. А вообще пойдет любая рыба. Итак, варим муху еще минут пять. В конце добавляем зелень и чесночок. Этот кулинарный шедевр готовится минут 30, а съедается еще быстрее. Честное слово, не оторваться. Мишенька, у нас посмотри, какая прелесть вот этого уха. Давай я тебе положу, паломничек. Есть уху без водки, это все равно, что петь песню без костюма. Какие у тебя фантазии. Ты сейчас меня хочешь споить и заставить петь песню без костюма? Желание это еще за тобой, десерты готовятся. Нет, я шучу. Я хочу выпить за твое здоровье. Я хочу выпить за твое терпение. Я хочу выпить за то, чтобы... Прости меня, мама, блудного сына. Прости меня, мама. Прости меня, мама. Постой, паровоз. Хорошего сына. Не стучите колеса. Давай. Кондуктор. Кондуктор. Нажми на тормоза. На здоровье. Что, прям так? И не беден, а вот эту штучку. Цитата. Ой, фу, какая горькая водка. Ой, 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 ой. Скорей, скорей, ухи. Ну и вкуснятина. Не знаю, как ты. Чеснок. А я? Отличные весенние овощи есть у четырех сезонов. А еще у четырех сезонов есть готовые блюда. Пальчики оближешь. Теперь все-таки о десерте. Я пока поем, так вкусно. Ты пока поешь. А я, Анечка, докажу, что в холодильнике у каждой приличной девушки найдется то, из чего приличный мужчина обязательно соорудит вкусный десерт. Национальное русское блюдо. Печеное яблоко с медом и грецким орехом. Я так и думала, что что-нибудь надо дойдешь. Я вот так и думала. Вот это в холодильнике я согласилась на эту всю затею. Что плотников у меня... Мне кажется, ты изо льда сделаешь десерт. И первое, и второе. Кто скажет мне, что это не десерт, пусть первым бросит в меня камень. Печеные яблоки. Яблоки, мед и орехи. Этих продуктов достаточно, чтобы сделать вкусный и легкий десерт. Из яблока аккуратно вырезаем сердцевинку. В получившуюся лунку кладем полядрышка грецкого ореха и наливаем немного метку. Теперь отправляем наши яблочки в духовку, разогретую примерно до 120 градусов. Через полчасика наши медовые яблоки готовы. Вкуснятина, скажу я вам, невероятная. Никаких пирожных не надо и не потолстеете. Снимите, пожалуйста, это на камеру крупно, чтобы все телезрители поняли, что я это желание заработал тяжелым трудом. И что у каждого подхода к плите есть какой-то тайный, сакраментальный смысл. Теперь, Адам, решите повернуться к вам спиной. Я не буду заставлять тебя петь. Более того, я не буду заставлять тебя плясать. Я хочу получить свою долю массажа. Чего? Расслабить. Как это называется, эти мышцы? Ну, как называется эти мышцы? Массаж обеих трапециевидных мышц спины исполняет Анна Семенович. После 50 грамм. Это больно, это не массаж. Это издевательство. Нет, ты уж тогда ласково, ласково. Где ласково? Где нежность? Ладно, иди сюда, не бойся. Где нежность? Это ничего не имеет общего с процессом приготовления пищи. Но процесс приготовления пищи сам по себе бесконечно эротичен. Выше, выше, ниже. Сильнее, нежнее. Я попросил бы. Не так часто. А вы знаете, будьте изобретательны. Готовьте, кушайте и получайте от этого огромное наслаждение. И, конечно же, будьте всегда вместе с нами. С барышней и кулинаром. Тогда ваше желание обязательно исполнится. Парышня и кулинар, пальчики оближешь, вкусная еда. Посмотри, послушай, здесь рецепты лучшие сможешь ты найти всегда. Субтитры создавал DimaTorzok